Здравствуйте! В эфире Ян Ермешов, и мы продолжаем знакомить вас с кандидатами в депутаты Красноярского городского совета. Напомню, до выборов осталось уже меньше недели. И сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты Красноярского горсовета от партии «Гражданская платформа», лидер списка на предстоящих выборах Владимир Егоров. Владимир Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! По традиции, первый вопрос, который мы задаем всем, кто приходит к нам в эту студию, А зачем вам, успешному бизнесмену, идти в горсовет? Наверное, настало время идти в горсовет и что-то делать для города, что-то помогать. Давайте, во-первых, начнем с того, что на сегодняшний день все лучше работают в бизнесе. Все профессионалы работают в бизнесе. Я бы поспорил с этим немного. Я не скажу про какие-то отрасли имеется в виду, допустим, медицина, образование. Я не говорю про это. Я говорю про строительство, про промышленность, про все, что не касается госпредприятий. И люди, если я зарекомендовали, они, с высокой точки зрения, как профессионалы в любом случае. Поэтому, идя во власть, бизнес идет в помощь власти. По большому счету, мы идем в помощь власти. Для того, чтобы помочь власти, разобраться все с той ситуацией и найти пути выхода, как вы работаете с людьми, как с ними общаться, что для них можно сделать и какими путями. Какие первые проблемы, вот вы считаете, нужно помогать власти решать? Во-первых, я считаю, что надо сделать высокопрофессионализм, это, допустим, вот в отношении строительства, это разрешение на строительство, это общественное слушание, как правильно пронести, как утвердить генеральный план города. Мы с 1 января, у нас должно было быть с 2013 года, сейчас перенесли на 2014 года, уже не можем строить так, как мы строили, то есть получить разрешение на строительство без утвержденного проекта детальной планировки. То есть для этого нужен генплан, нужны проекты детальной планировки, надо разбираться, как развивать город, в каком направлении идти, потому что вы понимаете, что технологии меняются. Вот сейчас более современные, если мы раньше строили какие-то серенькие дома, сейчас пытаемся какую-то разноэтажность сделать, а технологии уходят вперед, надо вперед бежать и вперед развиваться. Как это связано именно с горсоветом? Функция горсовета – утверждение генплана города, это проведение общественного слушания, в том числе и утверждение про общественное слушание. Это вот напрямую связано с горсоветом. Вот сейчас как раз генплан города и будет разрабатываться. 11 числа будут подведены итоги по тендеру, который объявил город, на разработку генплана города. Ведь сегодня, будем вы так говорить, только на правом берегу, на правом берегу у нас прекратились фашивания. 8 заводов, я посчитал, прекратились. На этой территории должно что-то сесть по утвержденному генплану города. Соответственно, это будет, возможно, жилье, возможно, еще что-то. Но для этого нужно пройти, разработать новый генплан, пройти общественное слушание и утвердить это все в горсовете. В новом генплане большой упор сделан именно на развитие транспортной инфраструктуры. И как раз на освоение вот этих пустующих теперь уже площадей. Там, где раньше были заводы, теперь которые в этой площади не используются. По крайней мере, вот такое заявление было сделано. Как вы считаете, насколько вот именно это сейчас соответствует красноярским чаяниям? Ну, давайте мы подойдем к тому, что транспортная структура должна развиваться в любом случае. Мы сегодня почти прекратили строить метро. Это здорово бы повлияло на разгрузку города. Мы сегодня строим новый мост, Николаевку, который идет разводка, как я знаю, чтобы сделать разводку к этому мосту, надо снести около двух тысяч квартир, а расчистить Николаевку, сделать дороги нормальные. Это 18 миллиардов рублей. 18-19 миллиардов. Это не очень большая сумма. Поэтому, соответственно, будет развиваться инфраструктура движения, инфраструктура дорог. Вы идете еще и по одномандатному округу, по 18-му. Это солнечный будет. Вот вы сейчас бываете в солнечном, бываете во дворах. Встречаетесь с избирателями? Бываю, встречаюсь с избирателями. Слушаю избирателей, рассказываю, что надо сделать. Ну, я рассказываю, как я вижу эту проблему. Потому что многие избиратели сегодня живут в старых домах, которые еще построены, которые не было ни кондоминиума, как мы его обозвали вдруг, это товарищи собственников жилья, в общем-то. И они сейчас, у них дворы неблагоустроенные. Я говорю, ну, в первую очередь, зависит, наверное, от их самих, чтобы эти дворы были обустроены. Да, там асфальт положить, там сделать ямочный ремонт. Это один вопрос. Но чтобы он был зеленый, надо, чтобы во всем этом принимали участие все жители этих домов. Вот на эту тему мы ведем разговоры. Очень большие нарекания в область ЖКХ. Но я всем людям объясняю. Пока она существует в ЖКХ, его будут критиковать. И какое бы она хорошая ни было, оно все равно будет плохое. Потому что сегодня, испокон веков, всю жизнь критикуют сферу обслуживания. Поэтому я, конечно, понимаю, что они пытаются что-то сделать, что-то правильно, неправильно. У народов много вопросов к тарифам, к тарифам по теплу, допустим, по электроэнергии. Но это будут и будут смотреться. Сегодня есть у нас определенные законы, которые не дают, по-моему, больше 10% в год расти услуги ЖКХ в том отношении. ЖКХ – это как бы основная тема. А именно в солнечном какие вопросы? По детсадам, по школам. По школам меньше. Потому что школа – это вы понимаете, что школа у нас всеобщее образование, то есть среднее образование. И мы обязаны в любом случае учить. Переполнена эта школа, не переполнена. Другой вопрос – во сколько смен, правильно? А вот по детсадам вопросов очень много. По группам дневного пребывания, как они открываются. Сейчас приняты ряд законодательных мер, которые будут открываться. То есть народ хотел бы, чтобы их дети куда-то ходили, чтобы они были освобождены, чтобы они пошли работать и все это зарабатывать. Очень много вопросов. А каким образом Горсовет может на это повлиять? Горсовет утверждает сегодня у нас бюджет города. И бюджет города должен направляться в том числе на строительство детсадов. Мало того, Горсовет может повлиять на какой очередности строить детсады. То есть финансируется там, там, там. Это все идет через бюджет города, через дотации, через субсидии, будем так говорить. Но они должны направляться. Сегодня мы строим детсады, завтра там, там. То есть это должно регулироваться, смотреться по очереди. Это как раз призвано для этого Горсовета. Очень много вопросов. И у нас чувствуется народ проникся. Это ферросплавный завод. И в основном это задают вопросы на всех встречах. За и против, как сделать так, чтобы его не строили. Народ очень обеспокоен, потому что как раз 18-й округ, свелок Солнечный, как раз граничит с заводом тяжелых экскаваторов бывшим. Правильно? Мы для этого и строили этот Солнечный. Это был город-спутник завода экскаваторов. Для него и строили, для него развивали, и все делали. И сегодня он оказался рядом с той зоной, где собираются строить ферросплавный завод. Но уже не собираются. Вы же знаете, что президент России побывал в Красноярске, обсудил ситуацию с губернатором, и сказал, что, учитывая пожелания красноярцев, учитывая ту экологическую ситуацию, которая здесь сложилась, завод в Красноярске строиться не должен. Вы же меня спрашиваете, какие мне вопросы задают. Я вам отвечаю, какие мне вопросы задают. Да, я понимаю, я на встречах им говорю, что президентам принято решение, что сегодня надо провести государственную экологическую экспертизу. Смотрите, что происходит. Федеральные власти против, краевые власти против, городские власти против, общественность против, бизнес против? Против. Здесь стоит обсуждать дальше эту проблему. Видите. Понимаете, потому что вот здесь совпало уже все. Все. Общество, бизнес. Я сам против этого забота, понимаете? Четко свою функцию. Какую вы видите в Красноярске? Я свою функцию вижу. Ну, во-первых, это четкое соблюдение правил генплана, правил застройки, утверждение генплана. Потому что я вижу свой город примерно, как должен быть. Ведь сегодня, чего греха таить, мне, я очень уважаю нашего мэра, который взвалил на себя все и пытается эту лямку тянуть. Мы ему должны помочь в этом, разобраться в генплане, во всем. Ведь один он не сможет, он просто, его не хватит. Мы должны ему подсказать, ведь один человек в таком большом городе, он все равно так не ориентируется, когда будет коллегиально проходить вопрос. И мы можем подсказать, где-то он не увидел что-то, где-то мы чего-то не одобряем, которое с его стороны. Как должно это быть? И на основе этого решать вопрос генплана города. Ведь сегодня строительство идет большими шагами вперед. Ну вы помните, одно строительство, сейчас другое, третье. Вот в отделочных материалах мы раньше не могли работать на монолите, сейчас мы монолитные дома полностью льем. Плюс идет сборный железобетон. И сегодня без сборного железобетона обойтись нельзя по одной простой причине, потому что он самый дешевый в строительстве. И бюджетные дома, то есть бюджетные квартиры, я считаю, что вообще на строительство сборного железобетона. Вот поэтому мы туда и идем. Разговаривать, смотреть, советовать и принимать решения. Каким должен быть Горсовет, на ваш взгляд? Горсовет, как наша страна, многонациональным, будем так говорить, только там многопартийным. Присутствуют все партии, особенно партии-лидеры, и чтобы они решали вопросы, эти в нормальных трудовых условиях. То есть договаривались, разговаривали. То есть так, как везде во всем мире принято. В последнее время очень много говорит о том, что лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров уходит из политики. Я так понимаю, что этот вопрос вам задают все. Я лично разговаривал с Михаилом Дмитриевичем. Он сказал, никому не верь, никуда я не хожу. За две недели до конца выборов вдруг заявить такое от лидера. Какой бы он ни был человек, ты заяви после выборов. Правильно? Но он же этого не сделал. Кто слышал, что лично Прохоров это заявил? Ну, никто не слышал. Сегодня бросили в интернет, и все, и пошел шум. Я переговорил раз с Михаилом Дмитриевичем, буквально в пятницу разговаривал с ним второй раз. Он четко сказал, что мы идем на выборы, никто никого не собирается бросать, мы держим свою политику, как мы есть. Мы бизнесмены, мы должны выполнять те условия, которые мы всем пообещали. Поэтому нет такого, что Прохоров у нас уходит куда-то. Борьба, это у нас испокон веков было, это хорошо, вот она идет спокойно, эта избирательная компания, нет грязи, не выливает ни на кого ничего. Но к этому существуют какие-то договоренности, что есть предел того, чего не нужно переходить, тот рубеж. Но есть грязная технология, какие бы не были выборы, все равно они маленько, но подкинули нам перцы нашего выборного кампания. То есть Прохоров не уходит? Нет. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня в студии. Приятно было с вами побеседовать. Сегодня у нас в гостях был кандидат депутата Красноярского городского совета от партии «Газжанская платформа», лидер списка Владимир Егоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова